все вроде как работает вчера мы с вами закончили на вот этом видео лягушачья икра которая начинает дробиться и сначала все эти клетки очень похожи друг на друга после этого становятся постепенно не похожи будешь лекция наша будет еще на тому что же происходит когда клетки начинают быть друг на друга не похожи каким образом это дело в чем это выражается каким образом это регулируется как вы видите размер эмбриона никак не меняется и вдруг что-то случается они начинают клетки начинают двигаться про развитие удобно думать как про процесс последовательного принятия решений клетки которые были более-менее одинаковые становятся все менее менее одинаковые и накапливаются между ними различия можете себе представить что вы въезжаете чтобы пояс вы въезжаете большой вокзал такой не сквозной вокзал а вот вокзал тупик что-то вроде московского вокзала например летом фенляндского фенляндского вокзала вы приезжаете по одному подъездному пути предположим вот ваша траектория движения и значит вы сначала едете по этой красной стрелке находите в состоянии ноль это вам нужно принять решение поворачивает ваш пояс налево или направо предположим налево вы оказываетесь в состоянии 1 после этого у вас очередная стрелка вам нужно решить едете ли вы налево или направо предположим направо вы оказываетесь в состоянии 2 опять стрелка опять вам надо решить едете вы налево и направо или направо и решать что надо налево вы оказываетесь в состоянии 3 и уже тогда подъезжаете к платформе если же вы из своего состояния ноль повернули на другой путь то вы оказываетесь в состоянии 4 после этого состоянии 5 после этого состоянии 6 прижать их другой платформ вот такая же история с последовательным принятием решения происходит когда клетки меняют свою дифференцировку что же это за циферки такие любую любой процесс дифференциации клеток можно рассматривать иерархическую систему древоподобную здесь вот у меня картинка показывает дифференциацию столовой клетки крови в разные самые производные которые у нас бывают и можно проставить здесь такие же циферки и клетка и состояние 0 попадает предположим состояние 1 становится предшественниками милоидного ряда после этого она должна решить куда и дальше деваться становиться например на мегакариоцитом после этого разваливаться на тромбоциты превращаться в эритроциты в тучную клетку или в милобласт которые дают разные производные пазофилы и нитрофилы и генофилы в развитии происходит совершенно то же самое просто это будут не такие дифференцировки а разница будет как между актодермой энтодермой и мезодермой и так далее дальше вы будете если вы актодерма из вас может получиться либо эпидермис эпидермис либо нервные клетки либо например если вы попали в нервный гребень то можете делать там хрящ или пигментные клетки или еще кучу всяких вещей если вы вам случилось стать мезодермой то из вас может получиться например если вы позвоночная данной ситуации на картинке лягушка из вас может получиться получим из вас могут получиться клетки хорды или клетки хряща или мышечные клетки и так далее таким образом все вот эти вот цифры которыми я пометил каждое состояние это дифференциационное состояние клетки или если сказать по-другому уникальное сочетание активных и неактивных генов когда клетка делится изначально материнская клетка имеет какие-то гены в активном состоянии какие-то гены выключены состоянии вот здесь вот нарисов я нарисовал две клетки и если мы посмотрим на левую клетку мы увидим что на этом сегменте хромосомы находится гены которые обозначил разными буквами и предположим гены которые покрасил зеленый цвет транскрипируется то есть они активные а гены которые попросил в красный цвет нет транскрипируется и после деления какие-то из генов которые были зелеными выключаются какие-то гены которые были красные включаются в левой клетке и то же самое происходит в правой клетке и в результате клетка слева и клетка справа становятся совершенно разными то есть они уже с точки зрения того какие гены не активные какие гены не выключены не одинаковые данной ситуации нет отличаются по четырем генов на данном сегменте ген f в левой клетке включен вправо выключен ген g в левых лет включен вправо выключен и ген r в левой клетке выключена вправо включен таким образом можно сказать что левая клетка находится какой-то определенной дифференцировки которая не не такая же как право 5 а хочется еще раз повторить что во всех клетках организма геном одинаковый с исключением всяких специальных случаев когда происходит рекомбинация днк которые как вы знаете происходит там у нас например в клетках иммунной системы знаменитая эта самая бидж рекомбинация или некоторых прочих ситуациях но в общем случае все клетки организма будет нести один и тот же набор генов но отличаться не будут тем что в каких-то клетках какие-то гены активные какие-то выключены а в других клетках клетках других личных типов набор активных и выключенных генов будет другой кроме того помимо того какие гены в данный момент экспрессируется в данной клетке на деференциацию клетки еще влияет и и история считаете то есть те гены которые в ней уже под транс к дирюм про транскрибировались выключились и это будет тоже оказывать некоторое влияние сейчас появились методы которые позволяют определить какие транскрипты каких генов клетки присутствует называется single cell transcriptomics транскриптомика на уровне отдельных клеток и для каждой клетки по всем генам вы можете характеризовать в реальном случае ее состояние экспрессии в отличие от того что называется bulk транскриптомик то есть когда вы берете просто большой кусок ткани например или берете целый эмбрион и его размачаливать и изолировать из него матричную рынка после этого проводить обратную транскрипцию и секвенируете все вот это самая single cell transcriptomics она гораздо менее глубокий метод да то есть как бы вам нужно очень много секвенировать чтобы получить информацию про все гены но тем не менее даже при не очень глубоком секвенировании вы можете понять что в клетке работает и что в клетке выключено и по состоянии экспрессии характеризовать клеточные типы или же клеточное состояние дело в том что клетки которые морфологически например или функционально могут быть очень похожи тем не менее могут отличаться каким-то образом по тому какие гены в ней в них работают и какие гены в ней них не работают и таким образом проводится такая такое относительно нечеткое разделение между тем что называется cell type то есть клеточный тип и cell state cell state это клеточное состояние пределах одного клеточного типа может быть несколько клеточных состояний которые отличаются потому какие гены включены которые такие выключены но разницы разумеется между двумя разными клеточными типами будет больше чем между разными клеточными состояниями внутри одного клеточного типа я бы сейчас хотел сделать такую технический экспорт 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 простить экскурс в то как это все работает потому что метод страшно важный и для некоторых из вас наверняка это все будет сто раз известно и довольно скучно но с другой стороны я думаю что для тех для кого это ново и неизвестно эта информация очень важная я бы хотел рассказать про то как работает вся вот эта транскриптомика перед тем как мы залезем какие-то прочие детали для изучения транскриптомов тканей или же отдельных клеток используется как правило иллюминосеквенирование современные секвенаторы могут насеквенировать огромное количество протехтений одно протехтение это и должен сказать вам что в отличие например от традиционного секвенирования когда у вас есть фрагменты дальше вы круглые проводите что-то вроде пациент с одним праймером кадра секвенируйте по ценгеру и после этого заставляете вашу реакцию прерваться на известной вам букве когда вы добавляете нуклеотид терминатор у которого нету гидроксигруппы на трижды и конце таким образом у вас образуется фрагмент днк который пытаетесь просеквенировать известной длины с известной последней буквой иллюминосеквенирование работает по-другому это метод который называется sequencing by synthesis . секвенирование в ходе синтеза и когда у вас добавляется следующая буква при в приплимризации цепи днк одновременно вы ее прочитаете после этого является следующая буква вы прочитывать следующую букву добавляется следующая буква обчитывать следующую группу и записывать и так далее количество прочтений которые выдают современность финна троллс очень велико можно получить 4 миллиарда прочтение легко некоторые секвенаторы которые правда дают более короткие прочтения, чем максимально возможное, достигая даже 20 миллиардов прочтений. Это очень много информации. Иллюмино-секвенирование дает вам прочтение, которое по размеру от 50 до 300 оснований. Иллюмино-секвенирование подходит для большого количества разных техник, в том числе и для РНК-секвенирования, которые нам интересны сейчас. Если у вас прочтения очень маленькие, например, вы читаете по 50 парамуклеотидов, то тогда, например, из этих прочтений сложить геном какого-нибудь организма очень сложно, потому что существуют всякие повторы, существуют плохо доступные участки, которые у вас не сложатся, ваш компьютер не сможет их выстроить в хромосому. Но с более длинными прочтениями больше 100 ануклеотидов, а теперь уже можно и по 300 ануклеотидов, тем не менее, удается сложить довольно длинные куски ДНК. тем не менее, если вам хочется сквенировать геном, например, какого-нибудь организма, то для этого используют дополнительные методы, которые, если вы захотите, можете написать в комментариях, я могу рассказать, из-за которого существует несколько разных возможностей сложить целые хромосомы. одна из них – это секвенирование, которое называется TechBio, по имени фирма, которая ее продвигает, и вторая – это секвенирование, использующее технику Hi-C, это улавливание конформации хромосомы. Если вам интересно, я могу отдельно про это дело потом поговорить в конце курса. Но давайте вернемся к иллюбине, потому что это то, что дает самые удобные, самые быстрые результаты про уровень экспрессии тех или иных генов в тканях и в клетках. Перед тем, как я начну показывать собственный метод, я хочу заметить, что 4 миллиарда прочитаний – это очень много. Если вы секвенируете ваши фрагменты с двух сторон и ДНК двухпочный, вы можете просеквенировать ДНК с двух сторон, если вы секвенируете ваши фрагменты с двух сторон и у вас прочтение по 125 парнуклеотидов, у вас получится примерно 1 терабайт данных или там 1 1 триллион парнуклеотидов. Это очень много. При том, что человеческий геном, скажем, 3 миллиарда нуклеотидов, это значит, что каждый нуклеотид будет прочитан в среднем 333 раза. Значит, вы можете в принципе просеквенировать не что-то одно, а сразу несколько разных образцов. И секвенирование, одновременно секвенирование нескольких образцов при помощи метода Иллюмина называется мультиплексинг, мультиплицирование. Как это работает? Предположим, у вас есть комплементарная ДНК, то есть результат обратной транскрипции матричной РНК, скажем, из гигантского кальмара, из панды, из человека, а вам у вас мало денег, вы не хотите сконировать все это дело по отдельности и вы хотите просеквенировать это вместе. То есть изобрели метод, который позволяет сделать три отдельных библиотеки для сконирования из каждого из каждого из перечисленных образцов, смешать их, просеквенировать вместе, а после этого разделить обратно и понять, какие прочтения пришли из какого организма или, скажем, какие прочтения прошли из какой стадии развития или какие прочтения пришли из какого из какой обработки мне приходилось смешивать до 12 разных библиотек на одной дорожке иллюмина вот здесь я вам показывал вот это вот справа это илюмина с 8 дорожками и вот на одной из этих дорожек мне приходилось секвенировать по 12 разных библиотек одновременно после этого разделять все прекрасно разделяется и достаточно достаточной информации по секвенированию чтобы сложить эти самые транскрипты полноразмерные куски это очень в принципе очень мощный метод каким же образом а вы видите вот это вот самую панель от зума в левом верхнем углу или или нет или она только мне мешает вот так сейчас двигаю нет не видим хорошо я попытаюсь спрятать вот значит для того чтобы это сделать сделать библиотеку для секвенирования иллюмина нужно произвести следующие шаги вам для начала вот ваши фрагменты днк которые вы хотите пресклинировать к ним нужно прикрепить залегировать иллюмина адаптер иллюмина адаптер это вот эти вот похожие на стандартное изображение тела грузопочные фрагменты днк у которых есть вот этот самый красненький фрагмент который называется 5 данной ситуации оранжевый фрагмент на которой sonts которые соответствуют последовательности правильно номера диск ранирование и на другой принципе есть и фрагмент который соответствует последовательности праймера для другой цепи вот этот вот еще некий фрагмент который называется здесь индекс и зеленый фрагмент по 7 постараюсь объяснить затем они нужны сразу скажу что не нужны для того что можно было просеклинировать с двух сторон представьте себе что вы лидируете вот такой вот адаптер вот такой вот вот такой вот кусочек днк который частично комплементарен однако другой комплементарно частично не комплементарно и понятное дело что если вы лидируете вот такой вот фрагмент код такой вот вот какого днк то он при лидируется с ней не с одной стороны а с двух час минут то есть на самом деле происходит вот такое вот дело и разумеется адаптер который прилегируется противоположный конце противоположному концу демп который который вам неизвестно будет грубо говоря вверх ногами потому что у нас нуклеотид выглядит таким образом вот это вот сахар вот здесь вот у него основание сидит это ядер Суденко вот здесь у него находится гидроксидрупа которая нам важна и здесь вот еще один гидроксидрук и здесь находятся когда вы присоединяете следующий нуклеотид к нему то происходит следующий нуклеотид вот следующий нуклеотид вы конечно знаете что углероды при образовании фосфодиэфирной связи вот это вот вот это вот гидроксидрупа атакует вот это вот связь вот эти два фосфата и образуется фосфодиэфирная связь между вот этим вот кислородом вот этим вот фосфатом соответственно наличие вот этого фосфата на три штрих углероде страшно важно если этого фосфата гидроксидрупа если это гидроксидрупа здесь нет то полимеризация цепи невозможна и синтез полимеризация днк идет все время от пяти штрих к трем штрих то есть в эту сторону растет цепь в другую сторону она никогда не растет соответственно если вы комплементарная цепь будет грубо говоря вверх ногами соответственно если у вас здесь 5 штрих а здесь 3 штрих конец то у комплементарной цепи будет 3 штрих конец с гидроксидрупа с этой стороны опять стрих конец с подсотом с этой стороны пробую это дело мне теперь это убрать все убрать вот уже теперь я не могу это убрать ну там есть кнопочка там есть кнопочка вообще все убрать брать она так аннотации крайнем случае резинка и стирать кнопочка clear all drawings я ее уже нажимал раз шесть ну значит это зависло даже не знаю что делать печально можно попробовать остановить расшаривание экрана и заново спустить например пока видим рабочий стол так видим презентацию очень хорошо больше не буду такое себе позволить безобразие таким образом 3 штрих конец всегда будет лигировать к 5 штрих концу и в другую сторону тоже 3 штрих конец будет лигировать к 5 штрих концу если можно выключить микрофон и кто не я и не марина так результате легирования адаптеров ваш фрагмент будет выглядеть следующим образом у вас будут у вас на к вашему фрагменту будут призвлечены два адаптера грубо говоря вверх ногами относительно друг друга соответственно если вы посмотрите только на верхнюю вот эту вот она у вас будет начать с красного адаптера и будет заканчиваться зеленым адаптером тут еще требуется говорить одну минутку про то что такое вот этот индекс этот индекс это уникальная последовательность обычно из 6 нуклеотидов которая будет здесь вот здесь библиотеку в которой будет вот такой черный индекс предположим это у нас библиотека из гигантского кальмара библиотеку из панды у нас будет иметь другой индекс то есть другие 6 нуклеотидов которые будут отличать все прочтения этой вот нашей 2 библиотеки После того, как вы релегировали иллюминоадаптеры к вашей ДНК, вы ее размножаете при помощи ПЦР. Праймер у нас тоже имеет направление, значит, соответственно, к этой верхней цепи мы можем отжечь праймер зеленый. И если дать ему полимеразу, нуклеотиды и ненужный буфер, то он воспроизведет комплиментарную верхнюю и будет заканчиваться красным адаптером. Со следующего цикла сюда отржется праймер П5, и у вас получится двуцепочная молекула, которая будет иметь вот такой вот вид. У нее будет красный адаптер, за ним оранжевый фрагмент, за ним неизвестная ДНК, которую вам нужно пресекренировать, за ним синий фрагмент, за ним индекс и, наконец, зеленый фрагмент. Теперь представьте себе, что мы это сделали, используя разные адаптеры, которые отличаются друг от друга этими самыми индексами, и мы это сделали с всеми нашими тремя библиотеками. В результате у нас получилась одна библиотека с черным индексом, он же баркод, одна библиотека с вот таким вот розово-фиолетовым, не знаю, как назвать этот цвет, индексом с сиреневым, сиреневым индексом, и одна библиотека с желтым индексом. Теперь, поскольку у вас все библиотеки отличаются по этому индексу, вы можете их смешать и пресекренировать вместе, а после этого ваш компьютер, когда вы будете обрабатывать данные, их обратно разложат библиотекам, потому что в каждом вашем сиквенсе будет иметься либо черный, либо вот этот сиреневый, либо желтый баркод, он же индекс. Каким же образом дальше происходит собственно сиквенирование? Чтобы приготовить библиотеку для сиквенирования, вам нужно изначально фрагментировать вашу, скажем, комплементарную ДНК, если вы сиквенируете транскриптом. Поэтому использовать для этого, например, эндонуклеазы-рестрикции, то есть ферменты, которые режут по специальным сайтам-рестрикции, имеющим определенную нуклеотидную последовательность, не годится, потому что в геноме эти сайты-рестрикции находятся в совершенно определенных местах. В результате резать вы будете всегда в одних и тех же местах. Ваша цель – получить в конце концов частично перекрывающуюся последовательность, которую ваш компьютер сложит в одну длинную молекулу. Соответственно, вам нужно ломать вашу ДНК случайным образом. Для этого используют всяческие физические и лихимические воздействия, например, обработку ультразвуком. Вот вы обработали вашу ДНК ультразвуком, и она развалилась на фрагменты случайной длины. В зависимости от того, как вы будете обрабатывать этим самым ультразвуком, вы можете более-менее подогнать такой длины фрагменты у вас будут получаться. Дальше вы легируете к этим фрагментам адаптера, про которые я только что говорил. Вот эти вот частично комплементарные, частично некомплементарные друг к другу цепочки ДНК. Здесь я их покрасил в другие цвета, но вот этот вот синий-розовый адаптер в синей своей части, он комплементарен вот этому синему адаптеру. А в розовой части некомплементарен. То есть это те же самые адаптеры, которые были на предыдущих слайдах. И дальше вы амплифицируете свою библиотеку, просто увеличиваете количество этой ДНК при помощи полимеразно-цепочной реакции. И дальше, собственно, начинается самая интеллект. Вы должны гибридизировать свою библиотеку, то есть поскольку у вас ДНК двуцепочная, вы должны сначала ее обработать таким образом, чтобы она превратилась в одноцепочную, чтобы цепи развалились. И дальше вы ее гибридизуете с чипом иллюмина, что это просто кусочек стекла, который покрыт газоном из праймеров, которые комплементарны вашему адаптеру, либо розовому, либо синему. Поскольку нам нужно, чтобы эти праймеры работали, у них имеется свободный три штрих-конец, из которого третит свободный гидроксидруб. Когда ваше одноцепочная ДНК загибридизуется, окажется, что у вас есть матрица для этого праймера. То есть она прилипла комплементарно к праймеру. Дальше, начиная от этого праймера, вы можете ее скопировать вот таким вот образом. И исходную молекулу одноцепочную, которая к стеклу никак не привязана, смыть. Таким образом, вы оказываетесь в ситуации, когда у вас из вашего типа, из вашего стекла растут, грубо говоря, молекулы, которые вам нужно просекренировать. Теперь смотрите. Вот этот вот синий фрагмент комплементарен вот этому праймеру, который торчит из стекла. ДНК – это не палка, которая торчит вертикально вверх. Ее там по-всякому болтает, и, соответственно, она легко гнется. Она гибридизуется к синему праймеру. Теперь уже от синего праймера можно скопировать вот эту молекулу. И вот таким вот образом это дело повторяется много раз, и у вас образуются кластеры. Каждый из кластеров представлен большим количеством копий одной или другой цепи одной и той же молекулы ДНК. Когда Иллюмина разрабатывала всю свою методику, для них было очень важно, чтобы эти кластеры, с одной стороны, были настолько, насколько возможно, близко друг от друга, чтобы можно было просекренировать как можно больше генов. С другой стороны, чтобы они не перекрывались, потому что если они перекрываются, то тогда у вас получится неинтерпретируемый сигнал. Соответственно, после того, как вы сделали кластеры, копирующие каждую из этих молекул, в данной ситуации, коричневую, черную, зеленую, можно приступать, собственно, к синюрированию. И, пожалуйста, помните, что все эти молекулы одноцепочные начинаются с праймера, который растет из стекла своим пять-четырех концом. То есть у них у всех свободный трех-четырех конец с ядровой группой торчащей вверх. Представим себе, что мы глядим на отдельный такой кластер. И сейчас готовимся его секренировать. Для начала у вас внутри одного кластера находятся копии и одной, и другой цепи ДНК, которую вам нужно просеквенировать. Соответственно, это не годится. Для начала нужно удалить одну из двух цепей. Остается только молекулы, которые растут из стекла своим розовым праймером. Дальше вы можете начинать его секренировать. У вас есть праймер, который комплементарен вот этому синему адаптеру. И вы добавляете в раствор четыре нуклеотида. Смесь, содержащую все четыре нуклеотида одновременно. Если нуклеотид подходит, то есть если он комплементарен, вот этот зеленый, предположим, комплементарен красному, то образуется водородная связь. И дальние нуклеотиды смываются. Теперь вопрос. Предположим, что зеленый – это А, а красный – это Т. Представьте себе ситуацию, что у вас один с другим сидит не один Т, а, например, четыре. Но вам нужно сделать так, чтобы сел только один нуклеотид, чтобы его можно было прочитать, а не четыре нуклеотида одновременно. Чтобы сел только один нуклеотид, используется химическая защита сличной гидроксильной группы, которая присоединяется к следующей нуклеотиду. Вид, я это дело попробовал нарисовать таким образом, что вот эти нуклеотиды у меня не имеют черной обводки, а этот имеет. Он ее имеет, потому что к нему не может присоединиться следующий. Вот как выглядят нуклеотиды люмина. Это типичная дезоксирепоза, но вместо хитроксии группы у нее вот такая вот штука с азидной группой. Это чувствительная связь. Если посвятить на нее лазером, то она отваливается, и здесь появляется удобный водород, который в следующем цикле иллюминосиквенирования будет доступен, и к нему присоединится следующий нуклеотид. Три фосфата на месте, азотистые основания на месте, то есть образование в отцинкриковских пар нуклеотидов вполне себе возможно. И вот здесь находится такой хворд, на конце которого находится флюорофорф. Вот он тут. Вот эта вот связь тоже светочувствительная, потому что вам важно, после того, как вы прочли эту букву, она больше у вас не светится и не мешает вам секвенировать следующую букву. Соответственно, в иллюмино-нуклеотиде есть две светочувствительных связи. Одна вот эта вот, которая мешает присоединиться к следующему нуклеотиду. И одна вот эта вот, которая после того, как на нее посветят лазером, откалывает кусок несущих флюорофор. Единственное, что остается, это вот этот вот синий фрагмент. Этот фрагмент называется молекулярный храм. Но дело в том, что это, собственно, и есть то, что мешает иллюминотиклинировать очень-очень длинные фрагменты. Сейчас лимит иллюминотиклинирования примерно 300 нуклеотидов. И все потому, что, когда присоединяются новые нуклеотиды, каждый из них приносит вот такой вот синий хвост. Через некоторое время синих хвостов накапливается так много, что они начинают просто метрически препятствовать присоединению следующего нуклеотида. То есть, чем дальше вы сиквенируете, чем дальше вы присоединяете иллюминотиклинированные нуклеотиды, тем сложнее присоединить следующий. Так, вернемся к нашим баранам. Если нуклеотид лел, вы на него светите лазером, и он, соответственно, испускает свет в ответ. Кроме того, с него снимается защита, которая открывает возможность тому, чтобы исчезать следующий нуклеотид. Вы присоединили нуклеотид, облучили его, он избавился от защиты своей гидроксигруппы на три штрих конца и подсветил таким образом, чтобы вы поняли, что это аденин. В следующем цикле с люминотиклинирования вы опять добавляете все четыре нуклеотида, садится нужный, выразуется водородная связь, остальные отмываются, вы светите на него лазером, снимается защита, он испускает свет, вы его прочитываете, понимаете, что это цитозин сел и так далее. Пока вы не прочитаете все свои нуклеотиды, которые вам полагается прочитать. Как только у вас, это у вас появилось прочтение с одной стороны, вам бы теперь хотелось прочесть с противоположной стороны. Что вы можете сделать? Во-первых, вы, вот эта вот новонасинтезированная цепь, она держится только на водородных связях, соответственно, можете ее легко отмыть. Затем вам нужно использовать вот эту вот цепь, матрицы для полимеразной цепной реакции, чтобы сделать ей комплиментарную. Так? Вот таким вот образом. И на этот раз вы уже отвязаете и смываете вот эту цепь. И дальше вы секвенируете, используя другой парамер, вы секвенируете противоположную цепь. Точно так же, как первую. В результате у вас образуется большое количество коротких фрагментов, более или менее коротких фрагментов, от 50 до 300 парамерклетидов. Но здесь мне было лень писать, очень длинные фрагменты, значит, они здесь короткие. Главное, что вы можете их на компьютере сложить в одну непрерывающуюся молекулу, которая будет из одного фрагмента переходить в следующий. Хорошо, конечно, когда у вас секвенирован геном, тогда его можно использовать в качестве того, чего можно толкнуться, то есть референтная последовательность, которой можно это дело приложить гораздо проще и быстрее. Тогда сложить такие транскрипты гораздо проще. Еще важная вещь для понимания того, как работает РНК секвенирование, это понимание того, что такое покрытие. Покрытие – это то, сколько раз пропитан тот или иной инклиатид. То есть, в принципе, это число. Вот если у вас вот этот нуклеатид попал только в одно прочтение, значит, у него покрытие один. Вот этот нуклеатид прочитан здесь вот, вот здесь вот и вот здесь вот, значит, у него покрытие три. У этого нуклеатид, предположим, он пропитан здесь вот, вот здесь вот, вот здесь вот и вот здесь. У него покрытие четыре и так далее. Покрытие можно использовать, если вы секренируете РНК, покрытие можно использовать как источник сведений о том, насколько сильно экспрессируется, насколько активно экспрессируется тот или иной ген. Потому что чем больше у вас матричных РНК того или иного гена, тем больше у вас прочтений этого гена. Выглядит это примерно так. Вот здесь вот у меня есть ген, который на самом деле называется 3-6. Это важный регулятор развития мозга и аппекального органа у личинок первичных и так далее. Но то, что я вам хочу показать, это вот эти вот странные графики, которые здесь нарисованы. Можно ли назвать это графиком? Вот это вот модель этого гена. Вот его два кодирующих их зона, черным покрашенные. А вот этот вот профиль, это профиль того, как перекрываются с этими экзонами прочтения комплементарной РНК, выделенной из эмбрионов, скажем, на фразе Бластова. Чем выше холмик, тем больше раз прочитан каждый нуклеотид. Как вы видите, вот в неоплодотворенном яйце этот ген практически не работает. У него наибольшее количество прочтений 3. То есть у него шкала от 1 до 3. На стадии Бластула этот ген включается, и шкала уже от 1 до 201. А на стадии Гастролы этот ген работает совсем сильно, и у него уже вот эта вот шкала от 1 до 1104. То есть как бы на Гастроле этот ген экспрессируется значительно более активно, чем на Бластуле. Разумеется, для того, чтобы сравнивать разные библиотеки в степени экспрессии генов, скажем, на разных стадиях из разных библиотек или в разных органах, вам нужно убедиться, что ваши библиотеки правильно нормализованы. Что это значит? У вас должно… Существуют разные всякие способы нормализации, я не буду в это дело влезать. Но, скажем, один из способов нормализации… Есть способы нормализации по размеру библиотеки и еще много всяких. Есть еще такая штука, которая называется spike in. Это когда вы добавляете какое-то определенное известное количество, определенное известное РНК, которое у вас будет давать реперную точку для нормализации. Но представьте себе простую ситуацию. У вас есть библиотека из клеток мозга и из клеток печени. Разные гены в мозгах экспрессируются не так, как в печени, и они будут давать у вас различия. Но существуют гены домашнего хозяйства, которые нужны и в мозгах, и в печени для того, чтобы просто клетка оставалась живой. Например, какие-нибудь ферменты гликолиза, вроде глицеридегид, фосфат, дегидрогеназа, тата, связывающего белка, или каких-нибудь гистонов. То есть то, что обязательно надо. Гистоны – плохой пример, потому что нейроны особо-то не делятся. Но гликолиз им нужен. Ну вот, предположим, глицеридегид, фосфат, дегидрогеназа. Тогда вы можете сделать так, что вы уравниваете две библиотеки по количеству прочтений глицеридегид, фосфат, дегидрогеназа и говорите, что теперь они одинаковые. Поэтому все остальные различия, которые мы видим, они несут какой-то смысл. Я надеюсь, что не слишком запутанно. Если запутанно, остановите меня, пожалуйста, и дайте знать. Надо что-то пояснять, или можно поднимать руки, если что. Общественность молчит. Окей, хорошо. Предположим, что понятно. Есть один вопрос. Что спрашивают? Ну, руку поднял Катин человек. Значит, что-то надо пояснить. А вот вы теперь тогда скажите голосом, потому что я не успела заметить, кто руку поднял. Застеснялся человек. Ладно, ну, давайте еще раз. Значит, если вы хотите сравнивать интенсивность экспрессии того или иного гена в двух разных состояний, вы должны быть уверены, что эти состояния сравнимы. Например, их можно сравнить по тем генам, которые вы точно знаете, что экспрессируются одинаково во всех клетках организма. Если у вас есть образцы комплементарной ДНК из двух тканей, например, из печенки и из мозгов, вы знаете, что и в печенке, и в мозгах требуется, чтобы клетки делали АТФ. Соответственно, ферменты, которые участвуют в изготовлении АТФ, будут экспрессироваться во всех клетках организма примерно одинаково. Ферменты гликолиза, например. И вы можете посмотреть, сколько у вас прочтений, например, какого-нибудь фермента гликолиза, например, глицеральдегидфосфатдегидрогеназа. Увидите, что в одной библиотеке у вас получается 100 прочтений, а в другой 200 прочтений. Это значит, что вам нужно все значения, все количество прочтений, которые у вас есть по всем генам из второй библиотеки, просто разделить на два. Чтобы у вас глицеральдегидфосфатдегидрогеназа, про которую вы знаете, что она одинаково экспрессируется в двух ситуациях, чтобы ее у вас было одинаково. И тогда, после того, как вы разделили, после того, как вы нормализовали значения по двум библиотекам, вы можете говорить, что вот у вас есть ген Х, который экспрессируется так-то в печенке и по-другому в мозгах, что вот это вот различие там значимо или, наоборот, незначимо. В данной ситуации, например, будем считать, что эти библиотеки нормализованы. Я не помню, нормализованы ли они или нет, но будем считать, что нормализованы. И тогда можно сказать, что вот этот вот самый ген из немотостеллы, который закодирован как немотостелловик тензис 1, 2, 3, 4, 6, который на самом деле называется 636, он почти не экспрессируется, то есть его МРНК практически нет в яйце, она появляется на стадии бластулы, и ее примерно в 5 раз больше в гастроле, чем в бластуле. В результате по всем генам вы можете узнать то, насколько они по-разному экспрессируются в той или иной ситуации. У вас получается то, что называется Vulcanal Plot, например, вот это вулканический плот, вулканический график. Здесь каждая точка – это тот или иной ген. И по tx вы видите то, во сколько раз он сильнее или слабее экспрессируется относительно какого-то референтного состояния. То есть вы сравниваете с библиотеки между собой, например, печенку и мозги. Ой, вот здесь что я сделал, здесь должен стоять минус. По те ординат у вас будет минус-десятичный логарифм вероятности того, что это различие случайно. Чем меньше это значение, и здесь меньше сверху, тем более значимы различие. Теперь к сегвенированию отдельных клеток. Для сегвенирования отдельных клеток используется та же самая техника иллюмина, но сначала вам нужно разделить свою ткань на отдельные клетки. Это делается самыми разными способами. Обычно используются разнообразные протеазы, которые разваливают в неклетовый матрикс. И дальше происходит страшно любопытная штука. Вам нужно каждую отдельную клетку заключить в пузырек из масла. То есть вы делаете эмульсию из водных капель в масле, которые и в каждой из этих самых водных капель будет сидеть одна клетка и плюс еще один шарик. Сейчас я вам покажу, как это делается. После этого объясню, что сидит на шарике. Вот это вот текут эти шарики. А вот течет клетка. А отсюда течет масло. Клетка, шарик. Вас будут интересовать только те капли, в которых будет находиться одна клетка и один шарик. Если в капле оказывается два шарика и не одной клетки, или один шарик и не одной клетки, он вам не интересен. Если один шарик и две клетки, он вам тоже не интересен. Вас интересуют только те капли, в которых одна клетка и один шарик. Вот так вот выглядит вот эта вот камера. Называется Microfluidics Device. И таким образом вы получаете свои капли, в которых сидит клетка и шарик. Теперь что же на шариках? Вот шарик. Теперь смотрите, что из него растет. Из него растет гигантский праймер. Вот эта вот его красная часть, это, собственно, праймер для полимеральной стыкной реакции. После этого за праймером на этой молекуле записан индекс, который будет характеризовать этот конкретный шарик. И, соответственно, ту клетку, которая попадет с этим шариком в одну и ту же каплю. И, соответственно, все молекулы комплементарной ДНК, которые появятся в результате обратной транскрипции, которая произойдет с этого шарика, они будут нести вот этот вот оранжевый баркод. Таким образом, вы пометите все комплементарные ДНК, которые пришли из этой конкретной клетки. То есть те праймеры, торчащие из этого шарика, он не один, он торчит весь шарик, как праймерами, будут нести вот этот вот оранжевый баркод. И за ним находится то, что называется уникальный молекулярный идентификатор. Вот этот вот УМИ. Да, этих самых клеточных баркодов 4 в 12 степени. Очень много. То есть когда вы в идеальной ситуации можете просреквенировать 4 в 12 степени клеток. За клеточным баркодом сидит еще один баркод, который называется уникальный молекулярный идентификатор. Их 4 в 8 степени, то есть тоже много. И этот самый уникальный молекулярный идентификатор будет разный на всех праймерах, торчащих из одного шарика. То есть как бы вот на этом шарике ПЦР праймер всегда одинаковый на всех шариках. Клеточный баркод на этом шарике будет всегда оранжевый, на другом шарике он будет, скажем, всегда синий. На третьем шарике он будет всегда зеленый. А уникальные молекулярные идентификаторы на каждом праймере, торчащем из шарика, будут разные. И, наконец, на конце этого длиннющего праймера сидят лицы кминов ТТТТ, которые, соответственно, будут комплементарны к поле А хвосту, который есть на всех эукаритических матричных РНК. Соответственно, вы можете использовать этот праймер для того, чтобы к нему прилипла матричная РНК, и с этого праймера вы синтезируете одноцепочную комплементарную ДНК. Итак, ваша клетка попадает в пузырек вместе с шариком. Вы прямо в пузырьке заставляете эту клетку лопнуть, и матричная РНК, которая имеет поле А хвост, садится на этот самый шарик. Разные молекулы на разные праймеры шарики. Дальше вы лопаете эти пузырьки и проводите обратную транскрипцию прямо на шариках. Кончается дело все тем, что у вас из каждого шарика растут хвосты, каждая из которых – это молекула комплементарной ДНК из какой-то определенной клетки. На этом шарике все комплементарные ДНК, которые из него торчат, будут из одной клетки. На другом шарике все комплементарные ДНК, которые на нем торчат, будут из другой клетки. На этом шарике из третьей клетки. И дальше вы просто делаете иллюминосиквенирование. Теперь, зачем нужны уникальные молекулярные идентификаторы? Если помните, уникальные молекулярные идентификаторы – это второй баркод, который после клеточного баркода идет. Еще раз, клеточный баркод показывает вам, из какой клетки у вас КДНК. А уникальный молекулярный идентификатор – зачем? Вот зачем. Представьте себе, что у вас такая ситуация, что вы декренировали, и у вас образовалось 9 прочтений, у которых вот такой вот светло-желтый клеточный баркод. То есть все эти прочтения пришли из одной и той же клетки. И дальше у всех 9 одинаковый синий уникальный молекулярный идентификатор. И это, предположим, у вас их клетки печени. И вы хотите это дело сравнить с библиотекой, с образцом которой из астроглии. И у вас там два прочтения только с черным клеточным баркодом и с двумя разными уникальными молекулярными идентификаторами. И то, что здесь вот этих молекул делить, ничего не значит. Поскольку у них один и тот же молекулярный идентификатор, это значит, что они изначально те результаты обратной транскрипции с одного и того же праймера. То есть мне нужно было бы покрасить это дело в черный цвет, и тогда бы я сказал, что это результат прочтения с вот этого праймера. Потому что соседний праймер у него был бы уже не черный уникальный молекулярный идентификатор, скажем, зеленый или фиолетовый. То есть все вот эти вот молекулы, на самом деле одна молекула, которая из 9, потому что случился ПТР-артефакт при размножении библиотеки для секвенирования. Почему-то вот эта вот молекула хотела размножаться особенно активно, и ее наштамповалось копий много, хотя на самом деле все они отвечают одной изначальной матричной РНК, которую обратно транскрипировали. В правой части экрана я вам нарисовал совершенно хуже ситуацию, только здесь на всех этих 9 молекулах разные уникальные молекулярные идентификаторы. Это совершенно другая ситуация. Поскольку все они пришли из одной и той же клетки, но уникальные молекулярные идентификаторы разные, мы можем сказать, что все это, все эти протестения, все 9 штук, пришли с разных изначальных матричных РНК. То есть в данной ситуации мы можем сказать, что ген Х, который мы сравнили в гепатоцитах и в астроцитах, соотношение экспрессии 9 к 2. А здесь, на самом деле, в астроцитах больше этой самой продукты гена Х, чем в гепатоцитах. Надеюсь, я вас не совсем забыл. Я, наверное, сейчас буду продолжать, но если вам непонятно и интересно, то я могу потом повторить. Гриша, скажи, а перерыв не логично здесь сделать? Потому что, в принципе, время... А, да, отлично, да, хорошее место. И за время перерыва можно генерировать вопросы или вдруг кто-то сейчас может их задать? Давайте так. Потому что мы как раз подходим к концу технической части и дальше пойдем. Если у вас есть вопросы, пишите в чат или поднимайте руку, и можно будет задать их голосом. Да, Григорий Евгеньевич, пока у нас аудитория молчит, меня слышишь? Вот по поводу нормализации и по поводу того, как рассчитывается, собственно, экспрессия, относительность экспрессии каких-то наскриптов. Вы упомянули, что используются некоторые референсные гены, про которые мы знаем, что они конститутивно экспрессируются. По поводу КПДН это совсем неубедительно, потому что как раз КПДН в мозге экспрессируется гораздо сильнее, чем в других тканях. Есть ли какие-то такие универсальные референсы, про которые все согласились, что да, хорошие референсы, потому что одно время использовали актин, потом все поняли, что актин на самом деле прекрасно меняет экспрессию, КПДН тоже прекрасно меняет экспрессию. Но какое-то время факторы алангации использовали, но про него тоже такие ужасные. Тоже плохо. Да, то есть как бы правильный ответ – нету таких генов. То есть мы излучились следующим образом. Есть такой метод, который называется nanostring sequencing, это прямое секвенирование РНК. И для того, то есть вы можете посчитать, сколько молекул то или иной РНК имеется в вашем образце. И коллега из Иерусалима сделал самое nanostring sequencing с немотостеллой и на разных стадиях определил 13 генов, которые меньше всего меняются. То есть по-хорошему для каждого организма нужно было пальцем считать, сколько там этих… Потому что на самом деле я сказал про Габриевич, конечно, просто потому что это один из традиционных таких контрольных генов, но на самом деле, конечно, он не очень хороший. – Да, и вот нас тут спрашивают в чате по поводу поля, что по сути в сингл-сайле можно секвенировать только матричную РНК, и можно ли сравнивать экспрессию некодирующих РНК, у которых нет поля хвоста. – Я не знаю, наверное, можно, но там, видимо, должны быть какие-то дополнительные шаги. Существуют способы выделения… Здесь, во-первых, наверное, будет разница между длинными некодирующими РНК и короткими некодирующими РНК, и полиденелирующимися некодирующими РНК, и неполиденелирующимися некодирующими РНК. Я не знаю, что в такой ситуации делают. Нужно почитать. Наверняка что-нибудь придумают. – Ну, поскольку есть киты для подготовки микро-РНК, объявляйте, что здесь что-то такое же. Вот здесь, да, есть еще вопрос про то, как фильтруют, собственно, вот эти капли, которые выходят из диспергирующей микроэффективной системы, как мы отфильтровываем те шарики, где, собственно, одна клетка и один шарик, и как мы бракуем те ситуации, когда у нас нет клетки, две клетки, два шарика. Какие-то неподходящие ситуации. – По сиквенсам. – А, то есть на сиквенс идет вообще все, а потом уже… – На сиквенс идет вообще все, а после этого видно. – И немножко к полиохвосту возвращаюсь. Есть ли у метхидриальных МРНК полиохвосты? – Оба-на, вот это я не знаю. Думаю, что нет. – Ну, в транскриптомах мы же видим какой-нибудь там цитохром С. – Да-да-да, нет-нет-нет, понятно, что нет. Если это белоккодирующий ген, который сидит в ядерной ДНК, то тогда понятно, что он будет полиохвостом. – Ну, вот это понятное дело, я как раз про него и сказала, потому что он кодируется метхидриальным геномом. – Да-да-да. – Цитохром оксидазума мы тоже видим в транскриптомах, вот обычных, сделанных на КДНК. – Ну, тут еще ведь может быть какая ситуация. Во-первых, если дело идет не про такое иллюмино-секвенирование, у которое по умолчанию используется праймер с поли-Т хвостом, в принципе, для того, чтобы сделать хорошую КДНК, не обязательно использовать олиго-ДТ праймер. Для этого можно еще использовать случайные праймеры, и тогда у вас будет распределение сиквенсов гораздо более ровное по гену, потому что когда вы используете для образования, для синтеза первой цепи комплементарной ДНК олиго-ДТ праймер, то вы автоматически увеличиваете представительство три штрих-концов ваших КДНК по отношению к пять штрих-концам, особенно если ген длинный. Потому что вероятность того, что обратная транскриптаза продержится и обратно транскрибирует полноразмерный транскрипт, она чем дальше от начала, тем меньше. Кроме того, в генах, например, в которых много лизинов, например, вероятность того, что лизин кодируется триплетом ААА, если у вас несколько лизинов подряд сидит в белке, то олиго-ДТ праймер туда прекрасно отжигается. Таким образом, возможно, еще артефакты совершенно другого характера. Просто прикрепление олиго-ДТ праймера не к концу РНК, а к ее середине. То есть там могут быть всякие варианты артефактов. Ну и так получилось, что сейчас фактически занимаемся рекламой иллюмина, иллюмина секвенирование, хотя на самом деле там, я так понимаю, что наши коллеги просто делали для нас сингл-селл, транскриптомику, и они это делали на АЭН-Торренте. Вот если сравнивать по качеству, я не знаю, по каким-то параметрам, когда я сказала, что у АЭН-Торрент меньше точность секвенирования, мне сказали полной фигня. Точности нет. АЭН-Торрент – это классный прибор, потому что все дешевле, потому что там нет флюорофоров. То есть АЭН-Торрент – это, грубо говоря, гигантский pH-метр. Когда добавляется новый нуклеотид, там отваливается протон, понятное дело, от pH. И при этом изменяется pH на очень определенную величину, которую можно померить. То есть можно понять, если вы добавляете букву по одной, сколько у вас там, вы добавили аденин, у вас изменился pH. И в зависимости от того, насколько он изменился, можно посчитать, сколько аденинов добавилось. АЭН-Торрент дешевле, чем у АЭН-Торрент значительно, но, на мой взгляд, гораздо хуже. И кроме того, насколько я знаю, например, 300 нуклеотидов на АЭН-Торренте не просеквенируешь. Кроме того, все… Нет, сейчас этих самых систем будет куча разных. То есть как бы было это самое пиросеквенирование 4.5.4, например, которое полностью… Которое про все забыли. Да, про которое все забыли. Но все время будет появляться что-то новое, прекрасное это самое пакбайосеквенирование, которое… Ну, на напор-то круче. Я говорю, на напор круче. На напор, главное, дешевле. Да, и можно взять компьютер на напоровую эту самую штуку и уехать в Антарктиду и там секвенировать на месте. Ну, центрифугу нужно там еще там подлечь. Ну что, давайте мы, как вчера, сделаем пятиминутный перерыв на кофе и без пятнадцати подкручимся обратно. Хорошо, давайте пять минут. Говори. Так, давайте, мы поехали дальше. Пару лет назад я просто хочу показать вам, что можно делать в результате с этим самым секвенированием отдельных клеток. Вам всем знакомо гидро. Как вы помните, у гидро-книдария двуслойное животное. Системка тела состоит из эктодермы и динтодермы. Соответственно, есть три клеточных линии. Эпитериально-мышечные клетки эктодермы, которые могут дифференцироваться в клетке системки тела, в клетке щупалец и в клетке подошвы. Есть эпитериально-мышечные клетки динтодермы, которые могут быть, опять-таки, тоже энтодермальными клетками санкетела, щупалец, подошвы и гипостома. И, наконец, есть система интерстенциальных клеток, которые дают много всяких производных, в том числе половые клетки, а также разнообразные нейроны, стрекательные клетки, которые, в общем, тоже нейроны, более-менее. И разнообразные железистые клетки и так далее. Ну, то есть, как бы, не так далее, а все, как бы. И группа Селина Джулиана в университете Калифорнии в Дэвисе сделали прекрасную работу, просеквенировали самую гидру и получили вот такую штуку. То есть, как бы, прекрасно разделяются. Это гидры, которые находятся в состоянии гидрокомеостаза. Вот это вот зеленые все облака. Это отдельные транскриптомы отдельных клеток динтодермы. Синие вот эти вот самые облака, похожие на оленью голову с рогами. Это экстремальные клетки. А вот это вот разлапистое, не знаю, что похоже на гидру, плюс еще какие-то розовые пятна. Это интерфициальные клетки и их разные производные. Что тут любопытно? И, естественно, по разнообразным маркерам, которые были либо заранее известны, либо можно выделить специально, посмотреть. Вот этот кластер клеток, вот эти вот, например, зеленые транскриптомы, они все, кстати, противоэкспрессируют какой-нибудь там определенный маркер. Дальше можно посмотреть, сделать пробу против этого гена, посмотреть, в какие же мы клетки попадаем при помощи инситута гибридизации. Инситута гибридизация – это метод, который позволяет выявить транскрипты того или иного гена внутри клеток на фиксированном животном. Предположим, и тут у нас красятся батарейные клетки щупальцев, и понятно, что вот этот вот самый кластер, он соответствует батарейным клеткам щупальцев. Батарейные клетки – это очень такие странные клетки, которые похожи на, собственно, артиллерийскую батарею, то есть какая-то эпителиальная клетка, в которую воткнуты несколько немотоцитов, стрекательных клеток разных типов. Обычно там еще есть какой-нибудь чувствительный нейрон, это страшная вещь. И я из этого сложной картинки я оставлю только интерстициальные клетки и их производные. И если разрешение одноклетчинного секвенирования достаточно в ЭХКО, то можно выделить популяцию клеток предшественников, которые вот здесь, вот я не знаю, видно вам мою мышь? Видно ведь? Видно мышь? Да, видно. И видно, что эти самые клетки предшественники, делящиеся, либо дифференцируются в сторону немотоцитов, вот это вот немотобласты первые, немотобласты вторые, немотобласты третьи, четвертые, пятые, либо идут они в другую сторону, и это нейросекреторная ветка их дифференциации, и здесь они делают либо железистые клетки, либо разнообразные нейроны. То есть, если разрешение достаточно великое, если секвенирование достаточно глубокое, то вы не только можете обнаружить отдельно друг от друга находящиеся кластеры, вроде вот этих вот, да, которые здесь как плевки на этой картинке сидят, но вы еще можете проследить траектории их дифференциаций, что страшно ценно. Таким образом, транскриптомика позволяет теперь типы клеток описывать очень точно и определять по транскриптомам, собственно, типы клеток клеточный состав. Значит, еще раз, клетки становятся разными, потому что они активируют и деактивируют разные гены, и, соответственно, в них появляются белковые продукты тех или иных генов. Все это дело регулируется на очень разных уровнях. Можно регулировать транскрипцию, можно регулировать сплессинг, можно регулировать стабильность РНК и скорость которой РНК разрушается в клетке, можно регулировать трансляцию белка, можно регулировать стабильность белка, и я буду в основном говорить о регуляции транскрипции, потому что, на мой взгляд, это ближе всего у меня, и я в этом лучше всего разбираюсь. И, кроме того, пожалуй, 80% регуляции происходит на этом уровне, и 20% регуляции приходится на остальные уровни, во всяком случае, по моим ощущениям. Поэтому я не буду рассказывать то остальное. Значит, как регулируется транскрипция? Остаток сегодняшней лекции, наверное, мы не уложимся, поэтому я завтра тоже в это дело еще залезу. Как регулируется транскрипция? Для начала, я знаю, что вам не нужен этот слайд, но я просто повторю на всякий случай. На уровне ДНК у вас имеется ген, который имеет экзоны и энтроны. В данной ситуации я нарисовал ген А, вот эти вот коробочки потолще – это экзоны, а то, что значит, собственно, вот эта вот линия – это просто последовательность хромосомы. В результате транскрипции сплентинга у вас получается транскрипт А, который является продуктом гена А. В результате транскрипции у вас получается белок А, который выполняет какую-то функцию, в том числе он может быть транскрипционным фактором, регулирующим работу этого самого гена А. Любая транскрипция запускается одинаковым способом, на самом деле. Имеется в виду транскрипция при помощи ДНК-полимераза-2, которая делает нашу матричную РНК. Связывание РНК-полимераза называется промотор. Здесь существует некоторая путаница в терминологии, потому что люди привыкли называть промотором не только промотор, но еще и максимальный энхансер, на который садятся специальные факторы, специфические факторы транскрипции. Давайте для простоты будем называть промотором просто связывание, сад связывание РНК-полимераза. Это то же самое, что еще называется минимальный промотор или базовый промотор. Так вот, для того, чтобы транскрипция запустилась на промотор, который может иметь или не иметь так называемый Tata-box, это последовательность Tata-at, садится сначала комплекс из Tata-связывающего белка, вот это вот TBP, Tata-binding protein, вместе с транскрипционным фактором 2D. Как только они садятся, к ним еще добавляются два транскрипционных фактора, которые называются TF2A и TF2B. И когда вот эта вот тверка прекрасная там сидит, на промотор может сесть РНК-полимераза 2, которая похожа на такую варежку с эластом, и она приходит в комплексе с еще одним базовым транскрипционным фактором, который называется TF2F. Когда они все вместе собираются на промоторе, туда добавляются еще два транскрипционных фактора, базовых транскрипционных фактора, которые называются TF2E и TF2H. И тут начинается самое интересное. Дело в том, что вот такой вот комплекс без TF2E и TF2H, он нестабильный, потому что ДНК по-прежнему двусепочечная, и он там сидит неустойчиво. Но TF2H, вот этот белок, содержит геликазу, которая умеет разрезать водородные связи, и она, соответственно, расплетает ДНК и стабилизирует этот комплекс, позволяя транскрипироваться. Транскрипция начинается, но эта транскрипция неустойчивая. Транскрипируется примерно 10 нуклеотидов, а после этого РНК-полимераза замирает или готова соскочить. И продолжается транскрипция только если вот этот вот хвост этой перчатки, который находится на этой конце, посферилируется. Таким образом происходит любая транскрипция. То есть, как бы, на самом деле, это часть, которая, в общем, практически не регулируется. Это нам, соответственно, не важно. Что же нам важно? Нам важны транскрипционные факторы. Транскрипционный фактор – это белок, который связывает ДНК и умеет разговаривать с РНК-полимеразом. Нам важны те транскрипционные факторы, которые связывают ДНК, секвенс специфический, и после этого могут либо запустить, либо остановить транскрипцию того или иного гена. Это так называемые специфические транскрипционные факторы. Вот здесь вот нарисована модель такого специфического фактора транскрипции. В данной ситуации это брахиурия. На ДНК ДНК синенькая, понятное дело. А брахиурия здесь красно-желтый. Что видно из этой картинки? Во-первых, видно, что это ДНК. Большое количество транскрипционных факторов действует в виде ДНК, некоторые действуют в виде ДНК и демономеров, некоторые в виде мономеров, но ДНК – это сейчас это дело. С ДНК, как правило, связываются альфа-спиральные участки транскрипционных факторов, и брахиурия тут немножко странная, потому что он любит залезать в малую бороздку ДНК, обычно транскрипционные факторы с удовольствием влезут в большую бороздку ДНК, потому что там, грубо говоря, нуклеотиды виднее. Вот это вот ДНК, связывающий домен, вот эти вот две желтые альфа-спирали. И этот самый ДНК, связывающий домен, распознает сайт связывания брахиурия на ДНК. Вот здесь вот я нарисовал сайт связывания брахиурия, все буквы разного роста, потому что таким способом записывается важность нахождения той или иной буквы сайт связывания в данном положении. То есть в первом положении этого сайт связывания может быть, скорее всего, С, с меньшей вероятностью будет Г, еще с меньшей вероятностью будет А или Т, во втором положении будет практически всегда Т, в третьем, четвертом, пятом, шестом, седьмом всегда будет А, Г, Г, Т, Г, потом либо Т, либо в некоторых случаях Т и так далее. То есть как бы рост этой буквы показывает вероятность и важность этой буквы в данном положении. Соответственно, если в ядре плавает белок брахиурии, и ему встречается вот такое вот сайт связывания, он берет на него и садит. Если сайт связывания два, то, соответственно, садут два. Красная часть транскрипционного фактора вот здесь вот — это так называемый трансактиваторный домен. Трансактиваторный домен служит для белок-белковых взаимодействий с другими транскрипционными факторами, потому что, как правило, они работают группами. И для того, чтобы разговаривать с факторами модификации хроматина, потому что некоторые транскрипционные факторы заставляют хроматин расплестись, некоторые, наоборот, заплестись, и с РНК-полимеразой. Давайте посмотрим на вращенную структуру гена. У нас имеются экзоны, и в начале первого экзона у нас сайт начала транскрипции. Вот здесь у нас будет, предположим, энхансер. Это последовательность ДНК, которая содержит сайт связывания для специфических факторов транскрипции. Вот здесь у нас будет промотор, то есть сайт связывания РНК-полимераза. Если на энхантере собираются нужные транскрипционные факторы, то они умеют позвать РНК-полимеразу на промотор, и она транскрибирует этот ханген, в результате чего образуется пройм РНК, который еще не сплессировано, но сразу начинает сплессироваться, и в результате образуется зрелая маточка РНК, которая может экспортироваться из ядра и транслироваться. Энхансеры не обязательно сидят прямо рядом с геном. Энхансеры могут сидеть на огромном расстоянии от гена. Вот здесь показаны положения двух генов, кодирующих транскрипционный харт-фактор. Это СОБС-21 и ПАКС-6. Предположим, посмотрим ПАКС-6 на хромосоме. Вот эти вот желтые штучки – это гены, которые сидят рядом с ПАКС-6. Это его соседи по хромосоме. А вот зеленые вот эти квадратики – это предполагаемые энхансеры ПАКС-6. Часть из них подтверждена, что это является энхансерами ПАКС-6. Эти самые энхансеры ПАКС-6 могут находиться на расстоянии более миллиона пар оснований от ПАКС-6. Каким же образом это работает? Как может энхансер, находящийся на хромосоме в миллионе пар оснований от гена, которым он заведует, как он может его регулировать? Потому что эти транскрипционные факторы, которые садятся на энхансер, должны каким-то образом разговаривать с РНК-полимераза, который садится на промоутер. Вот таким вот образом. ДНК выпитливается. В результате различают то, что называется проксимальный энхансер. Проксимальный энхансер – это тот энхансер, который находится непосредственно рядом с геном. Он может быть, а может не быть. Промоутер есть всегда, потому что без него ген не работает. А вот это вот у нас будет гистальный энхансер. И предположим, для того, чтобы запустить этот ген, нам нужно, чтобы собралась целая куча разных транскрипционных факторов и запускается транскрипция. Основная мысль сегодняшней лекции – это то, что регуляция транскрипции – это такой биокомпьютер. Транскрипционные факторы работают как выключители. И связывание или не связывание таких или иных транскрипционных факторов определяет, будет транскриптироваться ген или не будет. Предположим, что у нас есть какой-то гипотетический синий ген, вот это вот его парамотор, на который садится РНК полимеразин. И предположим, что работа этого синего гена регулируется связыванием двух транскрипционных факторов. Один из них, предположим, будет брохиури. Вот я нарисовал красным его сайт связывания. Второй будет фокса. Брохиури и фокса – это невымышленные транскрипционные факторы, они часто работают вместе. Если они садятся, то приходит РНК полимеразин 2 и транскрипирует этот самый синий ген. Если в клетке есть фокса, в ядре клетки есть фокса, но нету брохиури, ген там всегда есть, потому что все гены есть во всех ядрах. Фокса есть, брохиури нету. Значит, этот ген будет молчать. Если для того, чтобы он транскрибировался, нужно совместное связывание брохиури и фокса, то отсутствие брохиури будет достаточной префины, чтобы этот ген в этой клетке не работал. Соответственно, с одной стороны, у гена есть определенные сайты связывания специфических транскрипционных факторов. С другой стороны, чтобы этот ген запустился, эти транскрипционные факторы должны быть. То есть в ядре этой клетки они должны присутствовать. С другой стороны, если у вас есть какой-то другой ген, сейчас я взял ту же самую последовательность и заменил некоторое количество нуклеотидов как связывания брохиури на какие-то другие случайные нуклеотиды и заменил некоторое количество нуклеотидов как связывания фокса на какие-то другие нуклеотиды. И вот это вот получился у нас другой ген, у которого нету сайта связывания брокхиурии, нету сайта связывания Фокса. Этому гену совершенно наплевать, есть в ядре этой клетки брокхиурии Фокса или нет, потому что здесь они не влядут. Для того, чтобы связаться, им нужно, чтобы им было куда сесть. Они связываются только со своими сайтами связывания и не связываются с какими-то другими последовательными маклеотидами. Соответственно, то, какие сайты связывания транскрипционных факторов присутствуют в энхансерах того или иного гена, определяется то, какими транскрипционными факторами он может регулироваться. Нет сайта связывания, значит, он этим транскрипционным фактором не регулируется. Зато есть какой-нибудь другой сайт связывания для какого-нибудь другого сайта транскрипционного фактора, и тогда он им и регулируется. С другой стороны, если сайт связывания есть от транскрипционного фактора, собственно, белка нету в том или ином ядре, то этот самый ген будет молчать в этом гидре, если связывание с инструкционными факторами необходимо. Был такой человек Эрик Дэвидсон, который в 2015 году умер. Он, собственно, был одним из пионеров среди тех, кто смотрел на регуляцию экспрессии генов как на биокомпьютер. И он подчеркнул очень важную вещь, что все вот эти энхансеры являются частью гена, который наследуется вместе с геном. То есть когда вы от папы с мамой получаете все ваши гены, вы наследуете не только белок кодирующей области, но вы наследуете и все способы регуляции этого гена. Все регуляторные области этого гена такие же части гена, как, собственно, белок кодирующий элемент. И получается, что с геном наследуются не только инструкции по производству белка, но и то, где и когда этот самый ген может считываться, где и когда эти белки могут производить, соответственно, МРНК и белки. Начиная с Дэвидсона люди стали рисовать вот такие вот сети генной регуляции, рассматривая сайты связывания тех или иных транскрипционных факторов в энхансерах тех или иных генов, показывая, что вот здесь вот находится сайт связывания, например, в репрессорной области гена КРОПФ. Есть сайт связывания транскрипционного фактора OTX, который является его активатором, а сам КРОПФ является, кодирует транскрипционный фактор, который является репрессором производства, производства этого самого транскрипции, этого самого КРОПФа и так далее. И если, например, сравнить эти самые регуляторные сети, генорегуляторные сети, ответственные, например, за образование энцидермы у морского ежа и у морской звезды, можно выделить в них какую-то ансостральную общую регуляторную сеть, выкинув те части, которые являются специфичными для ежа или для звезды, можно выделить ансостральную регуляторную сеть, которая, скорее всего, отвечала за формирование энцидермы, зародыша общего предка звезды в ежах. Это страшно любопытное дело. Единственное, что здесь можно увлечься и смотреть на эти самые регуляторные сети, генные, как на нечто статичное, которое всегда одинаковое. На самом деле ничего подобного, потому что развитие, процесс динамический, и все меняется. То есть это такой снапшот, моментальная фотография регуляторной сети, и ответственная за образование энцидермы у морского ежа и звезды. Но представьте себе, что эту самую сеть нужно еще во времени, грубо говоря, увеличить и сделать большое количество, сделать таймлэпс этой самой регуляторной сети, и тогда она будет выглядеть в каждый момент времени немножко по-разному, и тогда у вас получится полная информация о том, каким образом регулируются те или иные процессы геологические. Следующий фрагмент – это фрагмент про тканеспецифичную экспрессию. И я думаю, что мы когда с этим делом разберемся, мы сегодня закончим, потому что иначе вы дуреете от этой самой информации. Так, про тканеспецифичную экспрессию. Страшно важно. Представьте себе, что у нас есть некий гипотетический ген. Вот он. Вот его промотор, то есть связывание РНК полимеразы. И этот ген, мы знаем, экспрессируется у рыбы, в глазах и в спинном мозге. Тканеспецифичный энхансер – это такой энхансер, который отвечает не за всю экспрессию этого гена, а за только определенную часток этой самой экспрессии. И, как правило, есть отдельный энхансер, отвечающий за экспрессию всех или иных клеток. Например, я нарисовал такой простой способ, простой случай, когда есть энхансер, отвечающий за экспрессию этого гена в глазу и энхансер, отвечающий за экспрессию этого гена в спинном мозге. Если мы возьмем вот этот фрагмент с двумя энхансерами и сделаем, как инструкцию, в которой мы эти два энхансера присоединяем к минимальному промотору, то есть связывание РНК полимеразы, и, скажем, красного флюоресцентного белка, и сделаем трансгенных рыбок, в которых будет сидеть вот этот вот самый кусок ДНК, то мы получим рыбок, у которых будет сиять красный глаз и спиной мозг. Что важно понимать, эти энхансеры, два энхансера, они совершенно друг от друга независимы, они автономны. Энхансер, который отвечает за работу этого гена в спинном мозгу, регулируется одними транскрипционными факторами. Энхансер, который отвечает за работу этого гена в глазу, регулируется другими транскрипционными факторами. Эти наборы транскрипционных факторов могут частично перекрываться, а могут и не перекрываться. Соответственно, если их разделить и сделать энхансер, который отвечает за экспрессию нашего гипотетического гена в спинном мозге и присоединить только его к гену, кодирующему красный флюоресцент белок, то у нас получится рыбка, у которой только спинной мозг красный. А если взять глазной энхансер и присоединить к минимальному промоутеру гену красного флюоресцент белка, то у нас будет рыбки с красными глазами, но совершенно не светящимся спинным мозгом. Ткани специфические энхансеры друг от друга не зависят. Каждый энхансер – это отдельный компьютер. Он отвечает только за какой-то отдельный домен экспрессии. Один из первых энхансеров, который был хорошо понят, это энхансер гена Иванскипт у дрозофила. Ген Иванскипт – это так называемый ген парности. Он экспрессируется в каждом четном парасегменте и, соответственно, в виде семи полос. И вот здесь вот на картинке А коричневым покрашен белок Иванскипт, а вот здесь вот с ним перекрывается окрашивание, потому что энхансер, ткани специфический энхансер, отвечающий за экспрессию Иванскипт по второй полосе его семи полос, регулирует экспрессию в ней гена Локзет, который, как мы знаем, если дать ему субстрат, делает клетки синими. Есть энхансер, который отвечает за экспрессию Иванскипт в третьей и в седьмой полосе. А вот это вот на картинке Т – это результат инфигибридизации с пробой против матричной РНК Иванскипт, которую можно страктировать в этих самых семи полосах. Итак, ткани специфический энхансер второй полосы Иванскипт заведует экспрессией Иванскипт только во второй полосе, ни в каких других полосах он как бы… Там этим занимаются другие люди, вернее, другие энхансеры. Лаборатория вот этого человека, Майк Левин, который сейчас находится в Беркли, в Калифорнии, они разворались, как работает энхансер второй полосы Иванскипт. Они обнаружили участок, в котором находятся сайты связывания нескольких белков. Сверху я нарисовал белки, которые активируют транскрипцию, транскрипционные факторы, ханчбек и бикоид. А снизу я нарисовал это связывание транскрипционных факторов, которые транскрипцию подавляют. Это в данной ситуации джент и крупер. Как вы видите, они перекрываются. И энд и крупер всегда выигрывают у этих активаторов. Если садятся джент и крупер, то ханчбек и бикоид уже не тянут. Бикоид, как вы знаете, это страшно важный детерминант переднего конца эмбриона дрозофила. В яйце запасается матричная РНК. После этого, после оплодотворения начинает транслироваться, образуется градиент белка бикоид. Как вы видите, вот здесь его шарики, это ядра. Больше всего его в ядрах на переднем конце, это же по градиенту, его количество в ядрах уменьшается. Ханчбек здесь покрашен зеленым. Белок ханчбек, он экспрессируется спереди, плюс у него еще колечко на заду. Теперь трюпель экспрессируется, здесь он покрашен зеленым, белок трюпель экспрессируется в виде колечка в середине тела, а глянт экспрессируется в виде двух колечек, он здесь покрашен красным, одно спереди, другое сзади. Теперь давайте посмотрим на вторую полосу evenscript. Нам интересна вот эта вот полоса evenscript. Она перекрывается с местом, где есть бикоид, и кроме того, она перекрывается, как вы видите, здесь зеленым ханчбеком. То есть область зеленая ханчбек перекрывает вторую полосу evenscript. Это наши активаторы. Теперь посмотрим на репрессоры. Вот здесь вот у нас вторая полоса evenscript покрашенная красным, и ровно за ней, в следующем ядре, в сторону хвоста, от следнего ядра, которому можно экспрессировать evenscript во второй полоте, есть крюпель. То же самое вперед. Вот у нас зеленым покрашена вторая полоса evenscript. В следующем ядре, в сторону головы, уже есть репрессор giant. То есть получается ситуация, что у нас активаторы распределены вот так вот, дальше с переди нельзя, потому что giant, сзади нельзя, потому что крюпель, а в середине есть окошко, где можно. И там получается вторая полоса evenscript. А теперь вопрос для сообразительных самых. Вот смотрите, третья полоса evenscript и четвертая полоса evenscript перекрываются с крюпель. Во второй полосе крюпель запрещает экспрессию evenscript, а в третьей, в четвертой нет. Можете придумать, почему? Скажите голосом или в чат напишите. И тишина. Непонятно? Жалко. Пишут в чате, нет сайтов посадки. Точно. Молодцы. Экспрессия крюпель в перекрывающейся с третьей полосой evenscript не мешает evenscript экспрессироваться в своей третьей полосе, потому что в энхансере evenscript заведующим его экспрессией в третьей полосе нету сайтов связывания крюпель. Поэтому то, что там есть крюпель, от этого ему ни тепло, ни холодно. Это ситуация как на этой картинке. Крюпель есть, а здесь некуда. Еще один пример. Проромбоид. Ромбоид – это ген, который заведует образованием нейрактодермы у дрозофила. И он экспрессируется… Вот здесь вот эта галина – это брюшная центральная линия эмбриона. И он экспрессируется вентролатерально, но не вентрально. Вентрально он не экспрессируется, потому что здесь работает транскрипционный фактор снейл, который является… Это цинковый палец, который репрессирует ромбоид. Транскрипционный фактор. К тому, что это биокомпьютер. Значит, если взять и мутировать сайт связывания снейл, получается вот такая ситуация. Это как бы пропадает вот эта вот прогалина на брюхе. Потому что снейл больше не может репрессировать ромбоид там, где его не должно быть на вентральной поверхности эмбриона. С другой стороны, если взять это связывание снейл и призабачить их слева-справа от этого фрагмента, вот так вот, то прогально возвращается обратно. То есть, как бы это такая компьютерная комбинаторика. Нулики и единички. Есть связывание, есть эффект. Нету связывания, нет эффекта. Более того, вы можете взять и сайт связывания снейла заменить на сайт связывания криппель. Помните, что криппель эксплуатируется в виде клечка в середине тела? Если мутировать сайты связывания снейл в энханцере ромбоид и посадить сайты связывания криппель по краям, то у вас в экспрессии ромбоид, которая будет заползать на вентральную поверхность, будет прогалина в том месте, где есть криппель. Потому что теперь криппель может сесть, и, соответственно, ему все равно, что ему репрессировать. Более того, вы можете взять два энханцера и слепить их вместе. Вы можете взять элемент ромбоид, который будет отвечать за эти две полоски, и элемент энханцера и эвански второй полосы, который будет отвечать за вот это вот клечко. И присобачить это все дело к генула Кзет, который будет конвертировать фрукстраты к галл в синий пигмент, и у вас прекрасно будут две полосы ромбоид образовываться, вот здесь вот, и синий пигмент будет также во второй полосе even skipped. А вот здесь вот, в этой полосе ромбоид, будет некоторое прогалина. Почему прогалина? Потому что здесь есть криппель, он будет садиться на элемент even skipped, и он будет мешать вот этому энханцеру ромбоиду. и он будет как бы поддушивать его. Последний кусок на сегодня – это я… Знаете что, наверное, лучше начнем, а после этого разберемся. Так, про роль энханцеров в эволюционных изменениях. Это страшно старая статья 75-го года, называется «Эволюция на двух уровнях в людях и шимпанзе». Очень важный кусок я пометил вот этими двумя красными скобками, чтобы было можно прочитать. Они обнаружили, что белки человека и шимпанзе практически не отличаются. Значит, и они сказали, что белки настолько похожи, что очевидная разница на организменном уровне между человеком и шимпанзе не может быть объяснена последовательностью белка. И поэтому мы предлагаем, что регуляторные мутации, мутации, которые отвечают за то, как экспрофируются гены, а не то, какие они коллируют белки, отвечают за биологическое различие между человеком и шимпанзе. Это страшно важная мысль. Я вам уже показывал вот эту картинку, что бывает, каким образом влияют мутации важных регуляторных генов на морфологию. Вот, например, есть мутант-антенопедию, в которой вместо антенн растут ноги из головы. Понятное дело, что у вас получается сразу новая морфология. Это разговор о том, откуда берутся новые планы строения, но вот у вас прекрасный новый план строения, казалось бы, то есть ноги из головы торчат. Вероятность того, что такая вот муха с ногами почти из глаз пройдет половой отбор, очень мала. Она покажется потенциальному партнеру для спаривания странным уродом. И закрепление подобной мутации, которая вызывает очень серьезное отклонение от нормы популяции, очень маловероятно, за исключением тех случаев, когда случается эффект бутылочного горлышка, когда популяции настолько малы, что, ну ладно, у мальчика из головы ноги торчат, ну уж ладно, куда уж деваться. Значит, в принципе же для таких вот мутантов, которые сильно отличаются от нормы, даже придумали название hopeless monsters. То есть несчастные, а безнадежные монстры. Разумеется, отбор искусственный иногда приводит к тому, что отбираются такие вот мутации, которые вызывают сильный очень фенотип. Вот, например, вот эта вот корова Шварценеггер, вернее, быка Шварценеггер. Это есть такая порода коров, бельгийская голубая корова. И есть еще несколько пород коров, у которых мутирован ген миостатина. Это такой важный сигнальная молекула из семейства трансформирующих факторов роста бета. И она у нас, в принципе, сигналинка при помощи миостатина подавляет рост мышц. Если мутировать миостатин, то получается вот такой вот ужас. При этом в естественных популяциях миостатин всегда нормальный, потому что, казалось бы, хорошо быть таким мускулистым. Но у таких коров большие проблемы с рождением телят и еще прочие всякие эффекты. Очень редко бывает так, что можно сломать регуляторный белок, и от этого у вас не возникнут разнообразные плеотропные эффекты. Регуляторных генов не так много, и они, как правило, плеотропного действия. То есть они отвечают за множество разных процессов в разных контекстах. Есть, однако, случаи, когда сломался один регуляторный ген, дилетировался один регуляторный ген, и возник новый план строения, а ничего другое не поменялось. Это ситуация, например, у морских коньков. Морские коньки – это совсем не такие… Это, в общем, родственники тезиопии. Это не такая уж странная рыба, вполне обычная рыба. И у морских коньков нет парных брюшных плавников. Не знаю, знаете вы или нет, но вот нет. И произошло это в результате того, что у них пропала область, несущая ген ТБХ4. ТБХ4 – это такой транскрипционный фактор, родственник как раз того брахиурии, про который я говорил. И вот ТБХ4 у морских коньков нет. ТБХ4 у тех позвоночных отвечает за образование задних конечностей. Если сделать рыбку, у которой дилетирован ТБХ4, то рыбка прекрасно себя чувствует, но у нее при этом нет брюшных плавников. Просто вот нет и все. А так все у нее в порядке. Она вполне жизнеспособна. Это очень редкая ситуация. Гораздо более частая ситуация – это когда мутирует энхансер и появляется или пропадает какой-то признак морфологический. Вот у нас есть трехыглая колюшка. И у нее есть, грубо говоря, брюшные плавники. Называются тазовые шипики, если переводить английское. Не знаю, как русская терминология это будет. В нормальной ситуации у нее имеются тазовые шипики, но есть естественные популяции трехыглых этой самой колюшки, у которых никаких пояса задней количества просто нет. То есть как будто у нее ТБХ4 мутирован. И это нормальная популяция. Такие рыбы есть. Если сравнить морских колюшек, у которых всегда есть эти самые тазовые шипики, с пресноводными популяциями, которые эти самые тазовые шипики потеряли, то обнаружилось, что у них пропадает область экспрессии важного гена регуляторного, который называется ПИТХ1. И вот он здесь вот есть. Это институт гибридизации. То есть это РНК этого самого ПИТХ1 в этих клетках. И в соответствующем месте у пресноводной популяции этот ген не экспрессируется. И оказалось, что у них греция энханцера этого самого ПИТХ1. А на этот самый энханцер ПИТХ1 садится наш друг ТБХ4, который был делитирован у морского конька. Соответственно, ТБХ4 у трехыглой колюшки есть, но сесть ему некуда, соответственно, у нее нету, собственно, брюшных плавников. И можно спасти трехыглую колюшку, у которой нету пояса нижних конечностей, если сделать ее трансгенной, чтобы вот это вот самое связывание ТБХ4 в нее вколоть, под контролем которого будет минимальный промотор и кодирующая последовательность ПИТХ1. и вот возвращается плавник обратно. Еще один пример. Это с образованием ребер. Дело в том, что у нас, например, у мушей есть грудной отдел позвоночника, из которого торчат ребра, и поясничный, из которого ребра не торчат. А у змеи что? Смотрите, сколько у них ребер. Это все грудной отдел до самого хвоста продолжается или как вообще? Дело тут вот в чем. Регуляция образований ребер в сегментах позвоночных регулируется белками, кодирующимися генами из группы ХОКС. Это в данном случае два белка. ХОКС А10 и ХОКС Б6. ХОКС Б6 вызывает рост ребер, а ХОКС А10 подавляет рост ребер. У змеи есть и ХОКС А10, и ХОКС Б6. Если сделать мышь, которая везде экспортирует мышиный ХОКС А10, получится мышка без ребер, как вот здесь на Б. Но можно сделать мышь, которая везде будет экспортировать змеиный ХОКС А10. Это тоже будет мышка без ребер. То есть получается, что змеиный ХОКС А10 прекрасно умеет подавлять ребра. Но почему-то в мышке он их подавляет, а в змее не подавляет. Оказалось, что ХОКС А10 и ХОКС Б6 связываются с одним и тем же сайтом связывания в промоутере, в промоутере, простите, вот видите, я сам, облажался, в энхансере гена МИФ5. Кроме того, в этом самом энхансере МИФ5 есть сайт связывания другого транскрипционного фактора, который называется ПАКС-3. Если связывается ХОКС А10, то МИФ5 не работает и не получаются ребра. А если садится ХОКС Б6 и ПАКС-3 оба, то получаются ребра. Если сделать мышку, у которой ХОКС Б6 будет везде, то у нее и ребра будут везде, как вы здесь видите. Оказалось, что у змей в сайте связывания ХОКС А10 и ХОКС Б6 точечная мутация из тимин заменен на титадин. И в результате получается, что ХОКС А10 и ХОКС Б6 из-за этой точечной мутации сесть туда не могут. Ой, простите, я что-то накопировал не так. Вот эта точечная мутация. Но дело в том, что ХОКС Б6 может путем белок-белковых взаимодействий перелепиться к ПАКС-3. ПАКС-3 садится, ХОКС Б6 держится за ПАКС-3. И в результате получается, что МИФ-5 работает, и ребра у змей получаются везде. Таким образом, изменения в энхансерах приводят к изменению морфологии. При этом, если ген имеет плеотропные действия, а вы каким-то образом нахулиганили с тканеспецифичным энхансером, это не то же самое, как что бы было, если бы вы сломали весь ген. То есть все его прочие эффекты, которые управляются другими энхансерами, остались таким, как были. То есть не получается ноль мутаций, за исключением тех случаев, когда у гена только один эффект, как у TBX-4. То есть мутировать энхантер гораздо безопаснее для эволюции. Он вас в них отрет в порошок, и вполне возможно, вы будете отличаться очень не сильно от чего-нибудь, от ваших предков, и выживете. Время заканчивать. Остальное я завтра расскажу. Но запомните, пожалуйста, что мутировать энхансер гораздо безопаснее, чем мутировать гены, белокодирующие части генов. Давайте, если будут вопросы, то я, пожалуйста, готов. Спасибо. Задавайте вопросы, пишите в чате, поднимайте руку, чтобы задать их голосом. У нас есть еще небольшой хвостик по предыдущей части. Не знаю, вы видели его в чате уже или нет. Подходит ли на напоровый метод для полногеномного секвенирования человека, например? Подходит почему-нибудь. Это длинное прочтение. Зависит от того, насколько глубоко вы просеквенируете. Напор очень сильно улучшился. То есть складывать кеномы из на напорового секвенирования можно. На напоровое секвенирование тоже, конечно, классный метод. Тут уж ничего не скажешь. Собственно, весь этот самый на напор – это, грубо говоря, гальванометр. Куда уж проще. Есть дырка, через которую пропускается одноцепочная ДНК. И в зависимости от того, и кроме того, и через эту же дырку идет ток. В зависимости от того, какой нуклеотид находится в данный момент в дырке, эта дырка закрывается в разной степени. И, соответственно, сила тока меняется. Это можно померить. То есть просто вы пропускаете через дырочку маленькую ДНК. Соответственно, вы, грубо говоря, меняете все время сечение провода на определенные значения. И в зависимости от того, какой вы ток считываете, вы можете записывать буквы. Фантастика. По-моему, я всех засушил. Да, да. Чего-то все приуныли. Ну, пока все спят. А, нет, вот появился в чате вопрос. Подожди. А, да. Мы твой побережем. У нано-порового секвенирования, по крайней мере, раньше был большой недостаток ошибки при прочтении повторов. Это правда, но они улучшились сильно. Окей. Арина Леонидовна. Да у меня совершенно дурацкий вопрос. Просто Григорий Евгеньевич так сказал, что по его ощущениям регуляция на 80% от регуляции... Ну, я знаю, я знал. 20% всего остального. Больше всего меня, конечно, насмешили мои личные ощущения. Ну, ладно. Все-таки можно это как-нибудь подкомментировать? Это чудесно. Не надо. Не надо что-то скомментировать. Это бредни. Confirmation bias. Да, это confirmation bias. Просто есть исследования, в первую очередь, на дрожжах, но не только на них, что на самом деле между концентрациями белков и обилием транскриптов очень сложные взаимоотношения. Нет, безусловно. Есть знаменитый пример из биологии развития, например. Сейчас я рисую вам опять, после этого не сотру. У дрозофила... Все знают про хоксгены, да? То есть, как будто у дрозофила, если здесь был... Если здесь... Ой! Что я сделал? Я взял перманентный маркер вместо того, чтобы... Да, Гриша, мы не видим ничего. Ну, понятно, потому что я не тем нарисовал. Я нарисовал обычным маркером на таблетке. Вот так вот. Значит, вот так вы должны видеть, да? Вот это вот дрозофила. Хоксгены дрозофила экспрессируются, ну, вот так вот, да? От головы к попе, частично такими, ну, как бы лесенкой, да? А у млекопитающих они будут экспрессироваться... Теперь это тот же самый эмбрион, но у млекопитающих они будут экспрессироваться вот так вот. То есть, они будут до кончика хвоста, да? То есть, РНК всех вот этих вот генов будет до самого хвоста. И после этого оказалось, что РНК есть, а трансляция, например, у этого гена будет проходить только вот до сюда. То есть, как бы здесь РНК есть, а белка нет. Здесь вот нет белка. Да что ж такое? Нет белка вот этого гена, да? Но есть белок следующего гена. Я не хотел обидеть биохимиков, да? То есть, как бы белки важны. Я ничего не говорю. Маринка, там поспели еще вопросы? Нет, только небольшое замечание. Опять же, все про нонопор. Но в любом случае, можно короткие риды и люминно выравнивать на длинные риды нонопор. И так будет проще собрать геном. А уровень ошибок будет небольшой, насколько я знаю. Пишут нам. Да, конечно. Миксные сборки всегда лучше, чем... Я вам могу до кучи докинуть про полиохвост. У трепоносом есть в митохондриях полиохвост, а у дрожжей нет. А в общем-то бывает по-разному. Это из какой-то Википедии нгуглилось. Как интересно. Но ведь очень странно, да? Если говорить, что митохондрия – это проглоченная бактерия, да? Да, да, да. Что там делает полиах, тоже удивительно. Ой, спасибо, Оля. Я опять попробую ксилол. Да, Григорий Евгеньевич, по поводу мутации в энхансерах – это не вопрос, это просто комментарий. Я думаю, что все знают про прекрасную дафи-мутацию, которая делает людей устойчивым к малярии, к вивокс-малярии. И поэтому коренные африканцы, ну, по крайней мере, из Центральной Африки и Северной Африки, они все являются владателями этой самой дафи-мутации. Когда у них отсутствует, собственно, белок дафи на поверхности эритроцитов, через который вивокс-пазмодий залезает в эритроцитов, и они абсолютно устойчивы от рождения. К ней и достигается эта мутация, то есть он экспрессируется во всех остальных тканях, кроме линии эритроцитов, как раз за счет удачной мутации в энхансере. Не может сесть, соответственно, транскрипционный фактор, нет экспрессии специфичного в этой линии клеток. Очень удачное эволюционное решение. Так, нам в чате пишут вопрос. При работе РНК-полимераз 1 и 3 тоже происходит зависание в начале транскрипции? Не знаю. Вообще с РНК-полимеразой даже 2, тоже не все так просто. Я сказал, что приходят специфические транскрипционные факторы и зовут полимеразу. Это не всегда так. Есть гены, у которых институтивная экспрессия, как правило, это гены домашнего хозяйства. У них нет сложных энхансеров. Они, в общем-то, всегда готовы более-менее. И это не значит, что не требуется транскрипционных факторов для того, чтобы их запустить. Но, тем не менее, сложных тканеспецифичных энхансеров у них нет. Есть гены, на которых РНК-полимераза все время сидит, но не транскрибирует. И требуется связывание специфических транскрипционных факторов, чтобы ее разбудить, грубо говоря. Много разных вариантов. Но есть такой метод, который называется иммунопрецепитация хроматина с последующим секвенированием, который позволяет, если вы используете, например, антитела против РНК-полимераза-2, посмотреть, где она в геноме накапливается, и промоутера таким образом легко обнаружить. Потому что там всегда пик этой самой РНК-полимеразы-2, связанный с промоутером. И люди умеют отличать, сидит она на нем или просто мимо проходит. Ну что, пока вопросов вроде бы больше нет. Может быть, тогда закончим на сегодня? Давайте закончим на сегодня. Зрители перегрузили здесь немножко. Да, мне очень жаль, но с другой стороны, это, на мой взгляд, очень важная информация. То есть, как бы, понимать, как работает тканец специфичных ханцеров, это супер важно. Так что, если что-то непонятно, обращайтесь. Запись я повторю или напишите мне письмо, я отвечу. Так, замечательно. Тогда я заканчиваю запись. Да, я думаю, что мы благодарим наших слушателей. Внимание. Да, спасибо вам большое. Вот и слушатели нас все благодарят. Говорят, что интересно, и некоторые даже говорят, что понятно. Запись будет выложена в канале кафедры, я всем разошлю ссылку на видео. Думаю, что у нас все отлично получилось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!